12.06 на часах. Это среда. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И продолжается программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Все верно. Цифровое гетто. Как будут зарабатывать с отменой аналогового вещания кировские производители телеконтента? Вот сейчас непосредственно к этой теме приступаем. Да, и в гостях у нас по-прежнему Андрей Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Андрей Шпорт, директор холдинга «Медиа-9» телеканала «РБК Пермь». И на связи мы будем подключать Михаила Мазурова, директора первого городского канала в Кирае. Да, потому что Михаил 19-го числа был на большой конференции, которая посвящена как раз была этой проблеме. Основные тезисы этой конференции мы хотим обсудить после того, как Михаил нам их изложит. Ну, давайте, наверное, сейчас предоставим слово производителю телевизионного контента, в том числе, в первую очередь, местного контента. Андрей Шпорт, директор холдинга «Медиа-9». Андрей, ситуация, которую мы имеем сейчас, насколько она тяжела для местных телеканалов? Ну, на самом деле, никакой тяжелой ситуации нет. Еще раз повторяю, уже, по-моему, сегодня озвучил, что достаточно все будет оптимистично. У нас меняется немножко система раздачи сигнала, как предыдущие спикеры говорили, да, цифровое телевидение. Но непосредственно локализация наших каналов городских. У нас есть в Ярских полянах еще местный канал кабельный. И он, опять же, распространяется по кабелю. Есть, например, старые каналы в Кирове. Это там Гран-ТВ, 9 канал, 1 городской. Эти каналы сейчас 43 регион. Мы ведь об этом узнали не вчера, что меняется система распространения сигнала. Мы с 2014 года, по большому счету, готовимся к этой истории. И есть альтернатива для нас. У нас, например, в холдинге это 9 КТВ, это кабельный канал. Как известно, город Киров покрыт кабелем очень плотно. Большинство жителей потребляют телесигнал через кабельные провода. Поэтому мы доставляем свой контент до телезрителя. У нас нет с этим никаких проблем. Если говорить о рекламном рынке, о бизнесе как таковом, то тоже ничего не меняется. По-прежнему будет такая возможность, как разместить местную рекламу на федеральных каналах первой двадцатки. Эта возможность есть на рынке. Есть возможность разместить и у нас рекламу на местных каналах. Там реклама на СТС, на ТНТ, либо на первом канале, она никуда не делась. Она местная как выходила, так и выходит, и будет выходить. Поэтому тут все достаточно хорошо у нас, в нашем регионе. Если мы заговорили о рекламе, а это заработок, собственно говоря, телевизионных каналов, как и любого СМИ, если это не государственные СМИ или не СМИ, которые преследуют политические цели, оплачиваются собственникам, которые этот СМИ открывают и финансируют. Мы говорим о рекламе, как основного вида заработка. После того, как пошла вот эта вся история с 2012 года и дальше, насколько просили доходы телеканалов местных в связи с переходом на цифру? Да, по большому счету мы находимся абсолютно в тех же цифрах, что и несколько лет назад. У нас, если обратить внимание, то на самом деле экономика-то в стране у нас сама по себе просаживается довольно хорошо. И мы упорно ищем дно, а когда найдем его, будем его рыть, видимо. Но нет какого-то такого жесткого пессимизма. Там кризис, который у нас там случился в конце 2014 года экономически, когда у нас изменения произошли по стоимости доллара и евро к рублю, когда упала нефть. Это все, конечно же, сказалось локально на региональных рынках, и в Киров не исключение. Мы все перестроились, мы все немножко оптимизировали себя. Абсолютно все телеканалы, если они не сумасшедшие, сократили косты, где только можно. И вполне себе уверенно себя чувствуем на рынке сейчас. Поэтому доходность нас более чем устраивает. Что такое сократили косты? Сократили расходы. Андрей Леонидович, обсуждали более широким составом в ТПП эту тему. Как настроение других игроков рынка Кировского? Я здесь, наверное, соглашусь с Андреем в том, что ни для кого это не является неожиданностью. И сказать о том, что у всех катастрофическое ощущение того, что после 1 января или после 1 июля все пропало, все закроется. Такого ощущения нет. Но и оптимистичных ожиданий каких-либо тоже не присутствует. То есть, по моему ощущению, телеканалы, собственно говоря, собираются так или иначе адаптироваться. Причем в значительной степени уже сделали это. И существовать в тех условиях, которые будут. Причем, опять же, сегодня уже поднимался вопрос, может перенесут опять. То есть, вот эти вот оттяжки, то так сделаем, то так сделаем, то передумаем, то вот так сделаем, то третий мультиплекс надо делать, но когда будем делать, непонятно вообще. Они создают у бизнеса одну из самых главных проблем. Проблема нестабильности. Непонятно, что и как будет происходить, что и как надо делать. Я бы все-таки к Андрею, наверное, как эксперту вопрос адресовал бы свой. С точки зрения общественной значимости мы понимаем по рекламе, по всему. Но конкретный вопрос. Местные новостные программы, которые есть в вашем эфире, в кабеле, который есть у других. Что будет происходить с ними после все-таки принятого решения об отключении субсидирования эфирного телевидения в Киры? Кто-то из телеканалов решит сам оплачивать, возможно, на какую-то аудиторию, на какую-то территорию. Но для конечного потребителя, того, у которого стоит телевизор с приставкой, без приставки, что произойдет с этим? Понятно, что вы в первую очередь будете решать вопрос с рекламой. С освещением жизни в регионе что будет? Ну, смотрите, я хочу открыть, может быть, какой-то там не секрет на самом деле, а такую информацию, что субсидируемых каналов в городе Кирове на текущий момент только один. Это ВГТРК. Все остальное это частный бизнес, который крутится как может, зарабатывает деньги на рынке с помощью той же самой рекламы, распространяет сигнал за свой счет. То есть мы подписали контракты с РТРС, мы платим им деньги напрямую за распространение сигнала, и нет никаких проблем и дальше их платить. То есть это наша добрая воля, платить или не платить. То есть если мы не платим, мы не распространяем сигнал в аналоге. Если мы говорим про кабель, то, соответственно, в кабеле. Не ожидаете того, что с уходом федеральных каналов из эфира вам стоимость распространения эфирного сигнала увеличат? Нет, не ожидаем. Существует. РТРС в Кирове работает по утверждаемым тарифам правительства Российской Федерации. Как было тут сказано Иван Ивановичем, у него по большому счету произойдет замена одних передатчиков на другие. То есть субсидирование первого и второго мультиплекса. У него на самом деле субсидирование только первого мультиплекса происходит. Второй мультиплекс оплачивается частными каналами, которые абсолютно все частные во втором мультиплексе. Также будут платить РТРСу за обслуживание этих передатчиков. Мы, соответственно, здесь со своими аналоговыми передатчиками, по большому счету, если и будет какое-то изменение цены, то я не думаю, что он будет выше инфляционных ожиданий по следующему году. Поэтому мы вполне себе осознанно понимаем, что мы дальше работаем в аналоге и взаимодействуем с РТРС. Еще один технический вопрос у меня для жителей. Опять же, приобретение приставки и дециметровой антенны исключает возможность приема метровых каналов? Да, конечно, безусловно. То есть по факту переход на цифровую антенну исключает? Нет. Исключает? Нет. Но две антенны надо втыкать тогда? Нет. Андрей Леонидович, у меня с цифровой приставкой есть возможность смотреть и аналоговое вещание, и цифровое вещание. Да, там надо нажать на кнопочку и переключиться просто с одного типа сигнал на другой. Можете себе представить, что большинство тех людей, которые до сих пор смотрят аналог, им придется покупать эту приставку, они не принимают смс по телефону, потому что не знают, на какую кнопочку нажать. Простите. Ну вот перед тем, как мы уйдем на перерыв, на первый нам надо будет отпустить Андрея Усенко, я немножечко переверну вопрос, который вы, Андрей Леонидович, задавали Шпорту, потому что вопрос был следующий. Не придется ли резать косты в этой ситуации, и не станут ли костами как раз местные новости и остросоциальные программы, которые, возможно, не приносят столько дохода, сколько реклама? Не придется ли вам урезаться или не пострадает от этого, в общем, информационная повестка? Смотрите, местное телевидение стоит на нескольких слонах. Это контент, это дистрибьюция этого контента и это маркетинг, это продвижение этого контента в целевой аудитории. Вот эти три ножки, табуретки, которые нас держат. Вот, фактически, если мы срежем новости, а это наиболее рейтинговый продукт на местных каналах, то мы потеряем фактически аудиторию, ну, соответственно, нас перестанут смотреть, у нас перестанут покупать рекламу нашу замечательную. Если мы говорим про такой подход, достаточно меркантильный, если мы говорим про дистрибьюцию сигнала, то есть раздача ее аудитории, то у нас, у местных каналов остается только одна среда фактически в городе Кирове. Мы говорим сейчас про город Киров, это кабельное распространение сигнала. Надо договориться с кабельщиками, что ты был максимально близок к этим 20 кнопкам. Надо договориться, чтобы ты был во всех средах кабельного вещания, и в цифровой, и в аналоговой. В кабеле тоже есть такое деление. И после того, как ты вот соблел первое правило, ты сделал нормальный хороший контент, ты распространяешь сигнал везде, дальше ты должен рассказать всем, на какой ты кнопке находишься, и что тебе надо смотреть обязательно. Потому что это красиво, уникально и клево. Очень похоже на выборы. А я перед тем, как попрощаться, хотел бы вам предложить во второй части программы задуматься еще и о том, ну, так, гротескно, но, может быть, не дойдут ли руки у государства и до региональных радиостанций. Мы думаем об этом постоянно, Андрей Леонидович. Прерываемся на полминуты, прощаемся с Андреем Мусенко. И после перерыва сразу хотим услышать по телефону Михаила Мазурова, директора Первого городского канала в Кирове. Ну что, цифровое гетто «Как будут зарабатывать с отменой аналогового вещания кировские производители телеконтента» мы развиваем эту тему в программе «Разворот на бизнес». Здесь Олег Прохоренко и Светлана Занько. С нами в студии Андрей Шпор, директор холдинга «Медиа-9» и телеканала «РБК Пермь». Вот сейчас Анна Лапшина, продюсер сегодняшнего эфира, набирает Михаила Мазурова, директора Первого городского канала в Кирове. В понедельник, 19-го числа, состоялась большая конференция в Москве, посвященная этим вопросам. И пока мы пытаемся связаться с Михаилом, зададим вопрос Андрею. Вот довольно оптимистичную ты нарисовал нам картину, что, в общем-то, никак это ни на ком не скажется, и всё будет хорошо. И, тем не менее, мы понимаем, что и в целом рынок сужается, и, возможно, будут додавливать, не знаю, додавливать всё-таки региональные каналы и всё больше монополизировать отрасли. Как у нас монополизация происходит во многих очень отраслях экономики в нашем государстве. Есть такая угроза, как ты думаешь? Монополизация? Да. Ну, слушайте, вообще, в принципе, средство малосинформации – это такая вещь-то опасная. И в любой стране, в том числе и в Российской Федерации, эта отрасль находится под тщательным вниманием и контролем государства. Естественно... Не важно, какой канал. Не важно, да, абсолютно. Ну, государственный канал в меньшей степени подвержен каким-то рискам, потому что он по определению выполняет функцию рупора власти. Частный канал в этом плане – он более рискованная история. Но так как монополия, как таковая, уже сформировалась на рынке. Есть монополия на информационное вещание, на государственное монополия на федеральном уровне. Есть монополия на развлекательное вещание, оно тоже и окологосударственное, на самом деле. Региональных монополий пока не существует, слава богу, наверное, потому что страна большая, и это очень сложно сделать. Спасибо. Михаил Мазуров с нами на связи, директор Первого городского канала в Кирове. Михаил, добрый день. Доброе утро, добрый день. Расскажи нам, пожалуйста, что происходило 19-го числа в Москве, о чем говорили телепроизводители, чем были обеспокоены, возможно, регионы, и какие основные выводы ты сделал из этого собрания? Ну, на самом деле, как бы, все это мероприятие закончилось принятием некой общей резолюции, под которой подписали сейчас Союз журналистов, Национальная ассоциация телепрещателей и Комитет ТТП, Трудово-промышленная палата Российской Федерации по предпринимательству в сфере коммуникации. Асоциация телепрещателей заключается, ну, я не знаю, вы, наверное, это обсуждали, я просто не слышал начала программы, сейчас нахожусь в другом городе. А заключается именно в том, что вроде бы как вот сама программа цифрового телевидения сейчас, на наш взгляд, реализуется не полностью, то есть запускается только история, связанная с федеральными каналами, вот, и, соответственно, изначально в программе была заложена мысль по поводу существования третьего регионального мультиплекса, она сейчас не реализована. И обидно то, что Министерство связи, ну, так быстренько его назову, оно занимает какую-то категорическую позицию, что не хочет региональный мультиплекса развивать. Но, на самом деле, все люди, которые, ну, вот с нашей стороны смотрят проблемы, видят, что там, скорее всего, есть какие-то экономические интересы, которые, ну, в чем они заключаются? Да, допустим, Министерство связи очень беспокоится о том, что второй мультиплекс запустился без финансовых проблем. Надо понимать, что для каналов федеральных вся эта история с цифровым вещанием начинает стоить в пять раз дороже, чем это было раньше. И немногие каналы, или, точнее, Министерство обстоит за то, чтобы эти каналы вообще потянули бы эту тему. В случае же появления третьего мультиплекса, который пойдет региональный, видимо, там расходы чуть-чуть меньше. Могут быть в связи с тем, что не вся область нужна, допустим, региональным телеканалам, да, и Министерство боится, что вот эти каналы второй десятки, они начнут будут уходить в третьем мультиплексе и избирательно в городах. И в связи с этим вся эта экономика рушится. Но, в целом, сейчас же вот действительно странная ситуация возникла, и о чем резолюция-то говорит. Первое, у нас нет толкового закона о телераберещании. То есть у нас, мы не сейчас говорим, федеральный, региональный канал, на самом деле в законе это никак не трактуется. И чем, условно говоря, таким первая двадцатка лучше, чем все остальные каналы, как бы, да, то есть такого формального разделения в законе нет. А, соответственно, как бы, по идее, у всех равны права. Ну и с другой стороны, вот нет регулирующего какого-то закона, который может говорить, что одни там более правильные каналы, другие менее правильные. Второй момент. Странным образом, почему-то, Министерство не хочет уделять частоты по цифровому вещанию для региональных телеканалов. То есть надо понимать, что эта проблема для нас, она не столько до сегодняшнего дня, потому что вся эта цифровизация завязана именно на том, чтобы, в первую очередь, удаленные районы получали возможность 20 каналов. Да, но все-таки это аудитория и это рынок. И почему, Министерство не дает частоты, совершенно образом где-то непонятно. Михаил, я правильно услышал, Михаил Олег Прохоренко, я правильно услышал и понял, что во главе угла экономика, и коль скоро первый мультиплекс это государственные каналы, то государство решило с точки зрения еще рекламодателей поддержать свое детище. Я не очень расслышал вопрос. Да, что государство поддерживает государственные телеканалы, чтобы они еще за счет рекламы существовали, именно поэтому они в первом мультиплексе представлены во всем спектре своем. Я думаю, что происходит определенного рода игра. В каком смысле? Действительно, государство выделяет по 7 миллиардов в год для того, чтобы федеральные телеканалы, государственные, их просто держать в цифре. С другой стороны, есть рекламный рынок, который тоже интересен федеральным телеканалам. Сейчас же вот как история происходит. Допустим, есть некая организация, которая пытается сейчас поднять большинство телевизионного рынка в стране. И у нас, кстати, в городе вполне возможна такая ситуация, что, допустим, на канале ТНТ будет продавать рекламу единый дистрибьютор. Это федеральный дистрибьютор, который таким образом не даст зарабатывать местным распространительным рекламам? Абсолютно правильно, да. Абсолютно правильно. То есть это в некоторых регионах уже произошло. Просто дело, в чем, скажем, я знаю, как все дела в Казани, в Нижнем Новгороде и в Калининграде, потому как там тоже есть некие сателиты Первого городского канала, так скажем. И вот, допустим, в том же Калининграде еще год назад местные игроки были просто вытеснены с рынка, потому как питерская компания, точнее, отделение питерской, вот этой большой федеральной, так называемой ее, компанией, она забрала этот рынок. Причем самое противное заключается в том, что больше они зарабатывать при этом не стали, наоборот, даже меньше. Но возможность это ушла. А самое главное, что ушла возможность для местного бизнеса, допустим, просто размещать рекламу на этих телеканалах, потому как она стала заградительно дорого стоить. Фактически сейчас эта компания, она просто федеральная Брэдбер, размещает в городе Калининграде вот таким вот образом. То есть это то, что не решается в Калининграде, это то, что решается, видимо, как на федеральном уровне. Вот если понятно, я объясню. Но с этой точки зрения преимущества как раз получают региональные вещатели, которые в кабеле, еще в других каналах, в котором местный бизнес должен обращаться за рекламой, получается. Вы знаете, на самом деле я бы не сказал, что кто-то там что-то получает какое-то преимущество. Скорее, наоборот, это как бы сокращает определенные возможности, потому что надо понимать, что, во-первых, что за экономика у нас вокруг. То есть жизнь лучше сильнее не становится. Судя по всему, с учетом того, что наступит 2019 год, она станет еще немножечко дороже для населения. И, скажем так, средний минус слой населения, он же будет пытаться экономить. И в этом отношении, к примеру, может кому-то и хватать 20 каналов, тем самым исключая кабельных каналов из своего мировоззрения. Так что тут как раз-таки сейчас беспорядок, и другого слова я не подберу, который фактически происходит. Можно списать это на некий переходный момент, но так-то на самом деле просто сущий бардак с точки зрения того, что происходит вообще с освещением. Он как бы останавливает где-то рекламодателей, он вводит в заблуждение саму аудиторию. И вот как-то бы через это все всем пройти. Значит, винойской резолюции, которая была принята. Значит, на самом деле четвертым пунктом стоит обеспечить выполнение в полной мере положение указа президента Манерта Коуэта в части касающихся формирования местных мультиплексов. Третья программа мы считаем недоделана, а там все это написано, что региональный мультиплекс должен быть. И позиция министерства, выражаемая господином Вовиным, она, мягко сказать, смешная. Он говорит о том, что два года мы даже думаем, там год, год минимум, мы даже об этом думать не будем, потому что, видимо, думать больно. Ну, я не знаю, просто другой причины я объяснить не могу, потому что все же есть. Просто давайте будем выделять частоты, будем проводить конкурсы, будем все это запускать. Это все нормально, ничего нового здесь нет. Тут просто работать надо. Видимо, работать не очень хочется. Хочется, видимо, какие-то свои другие вопросы решать. Соответственно, сейчас речь идет о том, что министерство говорит на словах, что аналоговое вещание может быть продолжено, особенно для тех компаний, допустим, региональных, которые посчитают, что они могут это делать. Ну, пока бумага не подписаны. Здесь важна цена вопроса? То есть это же не бесплатное удовольствие, да, вещание в аналоге? И, скорее всего, затребление? Это не бесплатное. Тут ничего нового-то нет. Тут самое главное, что бы сейчас не произошло, чтобы РТРС не поднимала цены, потому что экономических обоснований под это нет. А вот тут шумок, условно говоря, загнуть цены достаточно крепко. Мы здесь тоже опасаемся. И в резолюции тоже такой пункт есть, чтобы цены были зафиксированы на уровень декабря 2018 года. А что еще? Надо ведь понимать, что РТРС в связи с этим как бы он монополист. И очень бы хотелось, чтобы монополист, который не регулируется государством. Вот тоже есть проблемы. И хотелось бы, соответственно, чтобы это так и иначе государство начало либо регулировать, либо открыло рынок. Ну, в том смысле, чтобы уже начать отношения здесь так. Михаил, Михаил, да. Спасибо. У нас одна минута до завершения вот этой части эфира будет перерыв. Я вот что хочу у тебя спросить. Скажи, пожалуйста, что говорят региональные коллеги? Общая тенденция? Государство в какую сторону мыслит? Все-таки региональные каналы в итоге должны уйти вообще из телека? Или нет, это вот как-то так просто происходит, потому что надо переходить на цифру, весь мир уже там? Или все-таки вы видите, что есть такое опасение, может быть, у вас или у ваших коллег, что вас вытесняют совершенно, и будет монополия такая государственная? Несколько крупных федеральных частных каналов? Ну, министерство заявляет достаточно жесткую позицию. 20 телеканалов. А в Куарах говорит о том, что нам хватит и двух для того, чтобы работать с населением. Это вот так вот для начала. То есть тут как бы есть две, видимо, причины. Политическая и экономическая. И действительно создается ощущение, как нет путевого закона, так как есть монополии, так как есть, типа вот идите в где-то среду кабеля и привет. Ну, есть ощущение, что как бы да, либо всем все равно на региональной телевидении, либо, ну, просто хотят как-то так вот рынок забрать под федеральные нужды. Причем надо понимать, что как бы в министерстве связи совершенно не видимо этой риска, которые возникают, ну, бог не предпринимательстве. Но самое-то главное с населением как бы реально, ведь есть проблема. То есть людям будет сложнее достичаться до власти. Местной власти будет очень сложно вообще как-то свою позицию обозначать население так, чтобы оно было понято. Понимаете, если останется 20 федеральных каналов и интернет, хейперы сожрут просто местную власть. Да, спасибо. Просто вот так. Спасибо большое. Михаил Мазуров был с нами на связи, директор Первого городского канала в Кирове. Прервемся на полторы минуты и продолжим обсуждение этой темы с Андреем Шпортом. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Итак, все последствия перехода на цифру обсуждаем сегодня в программе «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Занько, ведущие проекта. Напоминаем, что краткая версия этой программы, самая существенная, будет напечатана в газете «Бизнес новости» в свежем номере. И уже в воскресенье, в понедельник вы сможете почитать внимательно еще раз выводы. В гостях у нас Андрей Шпор, директор холдинга «Медиа-9» и телеканала «РБК Пермь». Я хотел бы продолжить тему. Просто Андрея спросить еще о том, что озвучил Михаил. Практически снял у меня вопрос с языка о том, что заставляет. По каким причинам государство уклоняется от включения региональных телеканалов в мультиплексы и не очень спешит с третьим мультиплексом? То есть это экономические причины больше или политика? И желание все-таки, чтобы была единая повестка и без всяких региональных заморочек? Это, естественно, политика в большей степени. Потому что сколько у нас субъектов Российской Федерации за 80 переваливает? В каждом субъекте есть несколько местных региональных каналов, жизнь которых зависит на текущий момент либо от их бизнес-модели как самопрограммирования, насколько они четко понимают и видят и работают в ней, либо от CTO-партнерства с каким-то крупным федеральным каналом, который на данный момент входит, например, во второй мультиплекс. Если у них все хорошо сделано, то, наверное, у них все нормально, и дальше они едут ровно, но система дистрибьюции сигнала – это проблема всегда. Поэтому государство решило искоренить все эти риски, связанные с информационным вещанием, и, как я это вижу, по сути дела обрезало все на корню. Распространять сигнал только через монополию, только через вот эти 20 каналов, только на всю страну. На местном уровне мультиплекс нет, извините, мы не сможем это контролировать. Это значит, будут какие-то проблемы вечно с эфиром, что они там покажут, что они про нас скажут. Давайте подождем лучше, когда они все спокойно якобы уйдут в кабель, в интернет, а там уж что будет непонятно. Да, поэтому выглядит это именно так. Это очень похоже. Действительно, я не зря задавала Андрею Усенко такой вопрос по поводу радио, но вот в эту секунду я должна пока успокоить наших слушателей. Мы вещаем и будем вещать с этим контентом. Но, тем не менее, действительно так, потому что я знаю, в частности, твой канал «Девятка ТВ» очень много острых, злободневных, социальных, политических тем, большие программы, споры и дискуссии, особенно за последние два года, реализованы. И мы видим, какая активная социальная деятельность медиа вашего в социальных сетях, и ваши журналисты там занимают позиции. И как бы нам не казалось, что мы говорим только о бизнесе, о заработке и о рекламе, например, мы понимаем, что, конечно же, лояльность аудитории конкретного муниципалитета, конкретного города, конкретного региона, она зарабатывается тем, что вам дают информацию альтернативную, вам дают высказаться, дают высказаться различным людям с разными точками зрения, и раскручивает проблемы. В конце концов, происходят даже журналистские расследования. Ну, суть журналистской работы как раз в том, чтобы дать возможность всем, участникам вопроса, дать свою позицию. Не только, например, органам власти, там, муниципалитетам, но и в том числе и гражданам обычным, у которых есть свои проблемы. Мы никакую сторону, как правило, не выбираем в конфликте, но пытаемся дать объективную картину дня. На самом деле, перед уходом, в эфире это не было озвучено, Иван Иванович Сирилов, директор РТПЦ, сказал о том, что с точки зрения регионального вещания и аудитории региональных телевещателей сильно ничего не поменяется. По одной простой причине, что в большей части области, это все равно два канала, они были, принимались. Не было там ни СТС, ни ТНТ. Давайте только так скажем, в общей части области территориально, а не по количеству потребителей. А там, где есть аналоговое эфирное вещание этих телеканалов, там, любимых нами, да? У них с аудиторией все хорошо. Нет, там есть кабельные сети, и они будут продолжать вещать. В кабельных сетях, я не знаю, будет СТС, ну, то есть есть СТС там в Слободском, Кирово-Чапецке, Вятских Полянах, наверняка в кабельных сетях тоже есть с кировским контентом. Нет, 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 это у нас своя бизнес-модель, мы отказались от дублирования в сетях федерального канала СТС и местного локального СТС с врезками местными, потому что это бессмыслица телезрителя, не надо обманывать, есть федеральный телеканал, он находится в втором мультиплексе на 13-й кнопке, мы с ним работаем, мы предоставляем по-прежнему услугу рекламодателю встать на этот телеканал с рекламой. Но там нет новостей. Но там нет новостей, они только остались в аналоге. У нас полностью весь контент ушел местного характера, вот весь целевой качественный продукт, который мы делаем, весь упор мы сейчас перевели на канал, который находится на 21-й кнопке, это Девятка ТВ. Вот именно там это сейчас все и происходит, мы делаем акцент именно в этом направлении. Андрей, сколько стоило стать именно на 21-ю кнопку? Последний вагон заскочить. Нисколько не стоило, это был конкурс, проведенный в феврале 2017 года среди местных телеканалов на федеральной конкурсной комиссии. Нашу концепцию признали наиболее отвечающую интересам региона, и федеральная конкурсная комиссия дала нам эту кнопку, 21-ю. Тут все сразу задумывались, я представляю себе эту конкурсную просто комиссию, как это происходит, что было с другими телеканалами, что они подумали о своей судьбе дальнейшей. Все-таки скажи мне, пожалуйста, вот у нас настало время подведения каких-то итогов генеральных линий и посмотреть вообще на всю эту ситуацию, вылезти из границ Кирова и Кировской области, и даже, может быть, Российской Федерации, потому что про Россию уже сказали, здесь есть разные версии, мы понимаем, что есть политическая некая воля, возможно, политические задачи, и работать с населением, как сказал Миша Мазуров, легче, когда у тебя есть два канала и нет никакой альтернативы. Мы тоже проходили с вами 70 лет в этой, меньше, жили в парадигме, да. Есть история с лоббированием интересов больших каналов и коммерческих структур, потому что можно задавить полностью региональный коммерческий рынок и продавать самим рекламу федеральных игроков, они богатые, они зашвыряют все регионы своей рекламой, и местный бизнес будет пользоваться только одним каналом, ярмарками и царапанным радио. Почему? Интернета, радио, ты сбрасываешься счетом. Хорошо, я утрирую, понятно, я вот беру только, да, я специально это делаю, утрирую эту историю. Там-то хорошо, все на радио, конечно. Давайте мы. Вот, дальше, но, тем не менее, вот уже вы говорили, что весь мир, цивилизованный на цифру, перешел довольно давно, по сравнению с нами, этот процесс начался довольно давно. Что у них в итоге произошло, да, как это все сказалось, в том числе и на региональных рынках, вы анализировали это? Ну, смотрите, есть данные статистики за, по-моему, этот год, ну, за первые 9 месяцев, наибольшее количество потребленного трафика в интернете пришлось в видео трафика на один единственный сервис, это Netflix. Он лидер в области потребления видеоконтента. Netflix – это не телеканал, это платформа, которая позволяет вам в любой момент времени зайти на нее и посмотреть тот контент, который ему нравится. Сериал, фильм, программа, документальное кино. И если мы говорим о трендах, ну, это футуристические прогнозы, они, скорее, возможно, будут там и не сбудутся в большей массе, но мы видим, там, эксперты отрасли видят, я вижу, все мои коллеги в один голос говорят, что телевидение в том виде, в котором он находится, в том качестве, в котором мы сейчас его употребляем, но изменится. Через сколько это время, сколько времени на это уйдет, мы не знаем, ну, то есть в каждом регионе это по-разному. Я про регион не область кировскую, а в целом про земной шар. И можно смело говорить о том, что, наверное, в каком-то отдаленном будущем мы не будем смотреть телеканал, мы будем смотреть какую-то индивидуальную, настроенную под вас ленту видеоконтента, которую вы будете потреблять именно так, как вам удобно. В то время, когда вам удобно, там, где вам удобно, и столько времени, сколько вам удобно. И вот так, наверное, все и будет. А вы будете производить контент и продавать его, новостной контент местный, в эту ленту? Конечно. По большому счету, да. На весь земной шаг. Сосредоточимся на своих профессиональных обязанностях производства контента, а не продажа. Чем хороша позиция федеральных телеканалов? Они могут себе позволить делать контент и не продавать его, то есть у них нет такой задачи продать что-то на канале, там, СТС, либо Первого канала. Нет, у них задача сделать канал, который будут смотреть как можно большее количество целевой аудитории этого канала. А есть специалисты на рынке, которые продают эту так называемую аудиторию рекламодателям. Ты видишь, что вот эти специалисты федеральные, которые продают аудиторию рекламодателям, теперь уже тоже продают региональную аудиторию, вытесняя наши коммерческие службы и рекламные. Это рынок, тут ничего с этим не поделать. Это так, да? Да, это так, в других регионах. В частности, по Перми можно сравнить Перми, Киров, разница велика? Я бы не сравнивал Перми, Киров. Перми – это город-миллионник, там есть федеральный медиа-измеритель Медиаскоп, который четко понимает, какая аудитория, какой канал смотрит. И это продается по GRP, прежде всего, для федеральных заказчиков. Для местного рынка вход открыт, пожалуйста, заходите и покупайте. Там нет никакого порога по цене, часто такие монополисты, как регион медиа, компания, которая не названа была господином Азуровым, ее можно назвать слух, ничего страшного в этом нет, зачастую недооценивают местные и локальные рынки, они достаточно плохо их продают, они продают это все большим скопом, большим объемом. У них нет возможности, скажем так, правильно собрать аудиторию для заказчика зачастую так, чтобы все было аккуратненько, так вот, чтобы целевка была вся. Поэтому они часто делают ошибки, и пока они их делают, у нас еще шанс как-то закрепиться на этом рынке и дальше жить на нем. Но тенденция понятна все равно. Тенденция понятна, и крупные федеральные агентства продающие, они начинают продавать в регион рекламы. Тенденция такова, что основным сейчас рынком рекламы является интернет, и основным выгодоприобретателем является компания Яндекс на текущий момент. А никакого монополиста государственного в этом сегменте нет пока, слава богу, и возможно, и не будет. Поэтому, еще раз говорю, надо делать просто хороший качественный контент и монетизировать его через профессионалов. Пока у нас их таковых нет, которые бы только занимались монетизацией, мы вынуждены сами пока продавать. Но очевидно, что они появятся, раз есть заброс. Андрей Шпорт, директор холдинга «Медиа-9» и телеканал РБК Пермь, Светлана Занькова, Олег Прохоренко. Это был «Разворот на бизнес». Мы прощаемся с вами. Свежим новином бизнес новостей. А коллеги, с Международным днем телевидения сегодня у вас. Ой, поздравляю, поздравляю.